Слава Богу, дорога у вас такая новая, приятно ехать. Такой еду на машине, благодать и радость, ну, насобранная, радуюсь, смотрю, одна тетка так мне, прям, так, так, тетка такая, уже, ну, думаю, не, она меня не возьмет, я все равно благодать и радость не буду, пусть едет тетка, я это, не буду же, чуть притормозил, пусть тетка едет. Знаете, дьявол всегда хочет, знаете, вот в самый тот момент, когда нужно сохранить радость, сердце и благодать, хочет украсть, потому что он ходит, как репущий леп, ища кого-то погладить. Ну, слава Богу, знаете, я хотел помолиться сейчас, чтобы Господь, знаете, действовал, потому что Священное Писание говорит, пусть слово ваше, пробовать ваше, будет не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении силы духа. Потому что Бог хочет, чтобы на этом утверждалась ваша вера, когда сам Бог, силующий, будет рядом с тобой и будет прикасаться к тебе, и ты выйдешь отсюда совсем другим человеком. Знаете, это служение, Богу служение, оно разделено на две части. Вот первая часть, когда мы сейчас поклонялись Господу и служили Господу, когда мы восхищались Господом, превозносили Господа, любили Его, восхваляли Его, это очень важно, очень важно. Знаете, я однажды поклонялся Господу, до такой степени Ему поклонялся, я веровал в Бога в тюрьме, уже 25 лет назад это было, в зоне строгого режима, Господь чудесного возраста меня коснулся, изменил, спас. Ну, вот в один из вечеров я просто поклонялся Господу, славил Господа, величал Его, и вдруг я забыл вообще обо всем. Такая слава Богу пришла, что я полностью потерялся в помазании. То есть не просто вот присутствие, знаете, как мы сейчас ощущаем, а я не знаю даже, как это объяснить вам, просто вот, бах, что-то пришлось с неба, и я в другой сфере оказался, хотя тело было еще в тюрьме. И я наслаждаюсь присутствием Бога, у меня в глазах все горит, какие-то огни, и все, я уже лечу уже, уже в небеса, уже... И потом, знаете, это не всегда бывает, приоткрывая глаза, я такой думаю, где я вообще, что это, такое мрачное, серое, такая какая-то непокрашенная, все, вонь какая-то здесь, что за место такое плохое? Где-то я оказался, знаешь, и потом потихонечку начинаю сказать, Ваня, да ты же в тюрьме еще. Я думаю, как, я уже в тюрьме, да, действительно, я еще в тюрьме, и ты еще, еще, типа, срок там немалый впереди. Я думаю, как, ты не просто в тюрьме, ты на леса повалишь, ты здесь бахаешь, утра, дом, ночи, лес свалишь. Я думаю, вот, думаю, ну, слава Богу, я с тобой, Господь, ты поможешь мне пройти это все, и я выйду отсюда, победительный. И знаете, что произошло с моей жизнью, когда я поклонялся Господу? Господь просто мне сказал, Иван, вот если ты, как сейчас, поклоняешься мне, будешь поклоняться в течение всей своей жизни, все у тебя будет хорошо. Ну, настолько все просто. Ты думаю, Господи, как это здорово, знаешь, когда ты просто благодаришь Господа, восхваляешь Господа, поклоняешься Господу, эти три важные вещи в твоей жизни, то все у тебя будет хорошо. Потому что Бог делится приятно, и Он как мне это говорит, так и тебе это говорит. То есть, и ты хочешь, чтобы все в твоей жизни было хорошо, всегда за все благодари Господу. Никогда не общи на то, что у тебя не хватает денег, или не хватает еще чего-то, или какая-то различная трудность и ситуация, за все всегда благодари Его. И поклоняйся Господу. И ты будешь переходить от славы в славу, и от силы в силу. Аминь. И вот, слава Богу, я все же вышел из этой тюрьмы чудесным образом, со знамениями, чудесами, аллилуйя. И когда я там сидел, Бог, конечно же, наполнит мое сердце проповедовать Евангелие тем, кто рядом со мной. Потому что Священное Писание говорит, что мы побеждаем сатану кровью Агнца, словом своего свидетельства. И не возлюбя своей жизнью, своей души, даже до смерти. Аминь. Победа в нашу жизнь приходит, когда мы применяем кровь Иисуса Христа. Когда мы свидетельствуем, и когда мы всю свою жизнь посвящаем Богу. Тогда придет полная свобода от твоей жизни. Если ты видишь, что где-то не свобода от твоей жизни, или ты не чувствуешь счастья в высшей степени своей жизни, или не наслаждаешься просто жизнью, значит, какой-то из этих пунктов ты упустил. Либо ты не применяешь кровь Иисуса, либо ты не свидетельствуешь об Иисусе, либо ты не до конца посвятил свою жизнь Богу, и где-то себя любишь больше, чем Его и Его Царство. Аминь. Поэтому очень важно, чтобы мы эти вещи делали в своей жизни. Аллилуйя. Он за нечувствие присутствия Божия прошел сейчас. Отец Небесный, я молюсь за это служение, прошу Тебя. Я виславу Твою, Отец, благослови и помажь. И пусть Твоя воля, она превозможит над городом Щелково, в этой церкви, и в жизни каждого моего брата и моей сестры, и всех гостей, которые сегодня пришли сюда. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю, чтобы Твой план, Он превосмог, и Он победил, потому что Твоя воля, она благая, она угодная, она совершенная, она самая лучшая, что может быть. И я молю Тебя, Отец, пусть она захватит нас. Твой план, Твои интересы, Твои желания. Во имя Иисуса Христа и Твое Царство, пусть оно расширится в этом городе и в этой области. Во имя Иисуса я провозглашаю в духовный мир, что Иисус Господь на Челково, что Иисус Господь над этой церковью, что Иисус Господь над жизнью каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. И пусть Твоя драгоценная кровь покроет сегодня нас, нашей семьей и наш город. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Ну расскажите, как у вас здесь жизнь щелкала, как у вас здесь нормально все у вас? Как движение здесь домашней группы есть у вас? Много домашней группы? Сколько у вас? Двадцать. Двадцать. А кто летит домашней группы? Помашите, пожалуйста. Я хотел бы. О, слава Богу. Я вас благосставляю. Пильно, чтобы у вас еще от вас еще тысячи домашней группы есть. Аминь. Я представляю, просто когда в Щелково будет больше домашней группы, чем где-то в центральной церкви. Это будет настолько круто. Аминь. Слава Богу. Знаете, я хочу прочитать Священное Писание. Это Деяние, 16-го. И, ну, 16-го стиха можно читать. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу именем Иисуса Христа, повелеваю тебе, выйди из нее. И дух вышел в тот же час. И тогда, господа, и увидят, что исчезла надежда дохода, их схватили по областью и повлекли на площадь к начальнику. И, приведя их к воеводам, сказали, «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следуют ни принимать, ни исполнять». Народ так же восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели битер палками и дав им много ударов, вверли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Ученики же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. И тот час отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены из леп меч, и хотел умертвить себя, думая, что узы прибежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого слова, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу, и в трепете припал к Павлу усилием, и, выбедя их, вон сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Аминь. Аминь. Аллилуйя. Знаете, интересные вещи начинают происходить, когда ты начинаешь служить Господу. Когда ты начинаешь проповедовать Евангелие. Знаете, вдруг, знаете, дьявол, он ходит, как рыкающий лев, ища, кого бы поглотить, возможно. Я заметил в течение всей своей жизни, что многие мои братья, когда мы уверовали в тюрьме, выйдя на свободу, не смогли продержаться какое-то долгое время. И я думаю, почему же они упали, почему же они, поснав Господа, пережив Его прикосновение, присутствие, то есть реально чувствовав великого Бога, когда Он рядом, то есть они, выйдя на свободу, увидели какое-то искушение, какую-то там похоть, и они пошли за этим. И упали, и падение было их большое. Я размышлял об этом, и думал об этом. Как-то я даже не мог поверить, что тот или у него брат, вот он отойдет от Бога. Для меня это даже настолько было, как говорится, страшно, что я не мог, и я потом подумал, почему же я вот уже 25 лет не просто не отхожу от Него, но еще с каждым годом все больше и больше я жажду Его. Я еще больше хочу ближе быть к Нему, и понимаю, насколько это страшно отойти от Него, и что без Него в этом мире нет ничего хорошего, ни в этом греху, ни в алкоголе, ни в наркотиках, ни во всем этом разврате этого мира, который нас разращает. Хотя я такой же, как и они был. Я ничем не отличался, я был таким же преступником, я так же, как и они, делал все эти нехорошие вещи, там, грабил, воровал, и пил, все эти вещи, и так же был полон всякой нечистоты, и демонов и бесов, как и они. Ну, почему-то они, выйдя на заблоку, свернулись в пути, но некоторые из них, слава Богу, идут узкой торгой. Вы хотите узнать, почему это произошло? Я вам открою секрет. Я думал об этом долго, очень долго думал. И я понял, что самое главное, это то, что эти люди теряют веру. Теряют веру в кровь Иисуса Христа. Они не знают, кто они на самом деле. Потому что, когда приходит Иисус в нашу жизнь, когда мы принимаем Его как личного спасителя, мы становимся новыми творениями во Христе Иисуса. Все древнее в нашей жизни произошло. Немножко тата в тюрьме, я вам засвидетельствовал перед этим, как помолиться, как Дух Святой сошел на меня, я вообще потерялся. Но это не всегда так бывает. Ну, на уровне своего Духа ты восхитительный человек, ты великолепный человек, ты святой человек, ты правильный человек. Все благословения, все преуспевания, чудеса, знамения, слава, все это не сейчас в тебе. Прямо вот в эту секунду. Тебе не нужно достигать святости, тебе не нужно достигать праведности или каких-то вещей, которые ты думаешь, мне как-то надо, может быть, чего-то достигнуть очиститься, светиться. Нет, оно все уже у тебя есть. Ну, как узнать, кто же ты? Я, допустим, тело свое могу, зеркало посмотреть и увидеть, где я, это же я сам, сам себя, даже я не могу видеть, не могу свои глаза выточнить, и вот так вот, по-настоящему, вот как вы на меня посмотрите, я не могу это сделать, я могу только в зеркало, чуть-чуть вот понять, что кто я вот так увидит, да? Но духовного человека как ты можешь увидеть? Ты никак его не можешь увидеть. Единственное зеркало твоего духа, это Слово Божие, оно и является зеркалом твоей жизни. Аминь. Когда ты смотришь на Слово Божие, и что Слово Божие говорит, кто ты во Христе, то ты и есть этим человеком. И ты должен верить в это, что говорит Священное Писание, и Священное Писание говорит, что вы во Христе праведный, святый и созданный на добрые дела. Вот ты во Христе. Ты святой, ты восхитительный человек, у тебя все есть, ты преуспевающий человек, у тебя все замечательно, ты вообще великолепный человек. И Священное Писание говорит, что у нас есть не только это тело и душа, люди думают, что мы тело и душа, у нас есть еще дух. Аминь. У нас есть дух. И именно наш дух становится совершенно новым. И так, кто во Христе, 1-й корректина, 5-7, тут новая тварь. Древнее все прошло, и теперь все новое. Когда я веровал в тюрьме во Христа Иисуса, да, я стал совершенно новым человеком. Вдруг глаза мои открылись, я впервые в жизни видел солнце, я его не видел даже, солнце. Я даже не видел, не замечал деревьев, что у нас на территории тюрьмы, эти зоны растут деревья. Я их никогда не видел. Трава зеленая, и я такой, думаю, даже надо, как у нас тут зелено все. Я не обращал внимания. Думаю, что такое небо, крутое какое-то. Знаете, у меня, из-за того, что я беспозже не был, у меня вот на щеках не было мышц, которые отвечают за улыбку. Знаете, вот, когда человек улыбается. А когда покаялся, родился свыше, у меня улыбка сама по себе, самопроизвольно начала. Вот так вот, а из-за того, что мышц нет, они уставали, я вот так вот ходил, и черых, потому что трудно было улыбку держать. Мышцы атрофировались за 20 лет. Никогда не улыбался, у меня улыбка в другую сторону была. Знаете, трудно. А тут наоборот, знаешь, я ходил такой, растирал это, прихожу, такой веровал, прихожу, сажусь на свою нару, и я спал в этом, проходняк, такой, может, в тюрьме кто сидел, где авторитетные, блатные, там, приблотненные. Есть разные места в тюрьме, в бараке, где там опущенные, там, мужики, черти, там, приблотненные, блатные, воры, и вот я дошел к своей криминалитете уже до воровского уровня, я уже там в блатном проходнике, где воры эти все, и я уверовал в Бога, только полчаса назад на промзоне все же решился пригласить Иисуса в свое сердце, потому что мне там один проповедник, Вася, арестант, с утра дурачи, благовествовал, и я решился просто, ну, просто так вот, ну, поманюсь просто, ну, и тут мне накрыло, знаешь, помазание, дух святого сошел, это радость, это улыбка, я прихожу, сажусь на против, и улыбаюсь, смотрю на него, а никогда в жизни, человек, когда не улыбался, долго сидит, знаешь, он только улыбается, а на меня смотрит, а я же не вижу, что я улыбаюсь, просто на меня смотрю, с улыбкой, глаза горят, улыбка, а он говорит, Ваня, я говорю, что такое, где, я говорю, а что где, где, говорит, забросили, я говорю, что забросили, а на шок, слушай, я говорю, я не знаю, забросили, а что ты, говорит, улыбаюсь, я говорю, да, ну, как, улыбаюсь, просто так улыбаюсь, я говорю, ну, наверное, ну, так вот, улыбаюсь, да, и, значит, Я сижу, и он сидит напротив, и я встаю такой, чтобы что-то объяснить, знаешь, ну арестанты, они все такие эмоциональные, руками машутся там, объясняют вот так, знаешь, и я встаю так, там руками что-то машу, объясняю, я говорю, слушай, да вот так, вот так, вот Вася говорил, я и шел там по зоне, вот ты же сказал, прими Иисуса, Иисус, я принял, вот что ты хочешь, что я сам ты толком не понял, вот что-то внутри там, я не знаю, вот это улыбаюсь, я сам не понимаю, ну вообще-то это правда, там так написано, что Иисус умер и воскрес, это действительно реально, он что-то сейчас коснулся, и я такой смотрю, знаешь, что я уже проповедую ему, и без мата причем, думаю, что что-то у меня, вообще не идет, то есть, так стелю, как проповедник, и это не вырывается больше, не то, что я пытаюсь ловить себя на мысли, чтобы мат не выскочил, просто он исчез, я такой, интересно, думаю, и не идет, и не идет этот мат, и я думаю, он в кадр мне смотрит, Ваня, все, у тебя тоже что-то случилось с тобой, знаешь, а вот все эти плотные, до конца срока, они все на меня со страданием смотрели, они все на меня со страданием смотрели, они все на меня со страданием, потому что они не могли до конца, да я поверю, что такое вот мало позади, Мы думали, человек перенапрягся, срок, да, что-то, или что-то так, ну, радикально, где человек реально спасся, да? И, знаете, ну, мое-то тело осталось в тюрьме, хотя я уже был готов выйти на свободу. Ну, я уже не обидел, ну, человек святой уже в своем духе, я святой, правильный, да? Ну, мое прошлое, это самое, одна насутимость, знаете, когда пишут справку об освобождении, такой волчий билет длинненький, вот брат один у нас, брат Дён, он знает, о чем я говорю, и там одна судимость, и там статья вторая, судимость, третья судимость, я когда вышел из тюрьмы, чтобы, ну, лекаризоваться, паспорт получить, прихожу в этот, ну, в милицию к этому начальнику, говорю, так и так, выжиданный начальник, вот я хочу получить паспорт. Он такой, ну, ваши документы, я волчий билет датскую, он такой смотрит, одна судимая, вторая судимая, ладно, там три просто, там одна из список статей, одна из список статей, и они же читают статьи не так, как вы, да? Они сразу смотрят, что за эта статья, и значит, он уже тебе пишет, кто ты, значит, когда он до конца прочитал все эти статьи, он такой, говорит, вот твоя справка об освобождении, забирай ее, иди отсюда, и будешь, иди, приходи, я тебя прошу, если ты придешь, я просто посажу, я думаю, ну, жди, начальник, мне же надо как-то делать, иди, иди мне своих, достаточно зэков, еще, чтобы ты здесь у меня появился, да, в моем округе, я просто выхожу с этой справкой, ну, бог велик, знаете, и там одна женщина, я не знаю, откуда она там залез, как ангел, она говорит, Иван, ты, говорит, не расстраивайся, я говорю, пойди туда, там где-то в Москве в центре, какой-то там областной округ, затем уже там попытаюсь счастья, да, тебя там пропишут, я говорю, ладно, и когда в следующий раз я подготовился, там месяц очередь была, взял свои документы там, все эти, и кучу брошюрок, я подумал, что в этот раз надо уже по-другому действовать, я захожу к этому в кабинете, там, кресло, знаешь, как утром такой, стол такой длинный, я думаю, надо поближе, чтобы, я такой подложил, сразу документы положил, а сверху кучу брошюрок, пока он, чтобы не дошел до этой, как главное, чтобы сначала слово Божье увидел, я говорю, что ты начальник, вот вы сейчас дойдете, давай, это справки, вы на него не смотрите, вы понимаете, что я, находясь в труле, уверовал в Иисуса Христа, моя жизнь изменилась, я уже точно не вор, не грабитель, не насильник, вы не смотрите, что там написано, вы поверьте, что я новый человек, я думаю, надо успеть тебе передитику что-то сказать, чтобы он, а то сейчас тоже выходит из кабинета, и, ну, он все же дошел до этой справки, сначала улыбался, а потом, когда он начал читать, смотрю, хмурится, знаешь, как он говорит, Господи, помоги, ну, говорит Иван, ну, то, что вы хороший человек, может, это и правда, но по всем нашим законам и правилам, мы не можем вас прописать, потому что уж больно тяжелое у вас прошлое, ну, по закону, единственное, что я могу сделать, так это взять эти бумаги и рассмотреть комиссии, но сразу уже вам говорю, нет, я думаю, Господи, ну, где же у меня, как Иисус, что ли, ни норы, ничего, влесец, норы, уйти, у меня же тоже ничего, и как, как же здесь легализоваться, но, знаете, Марк 11, 23 всегда работает, аминь, и когда я вышел из этого помещения к Господу, то сказал, если я буду иметь веру в своем сердце, как горчичное зерно, и скажу это, горе, поднимись и вернись в море, и не усомнись в сердце, сын, но поверю, что случится по словам моим, будет, что мне не скажу, аминь, так я не скажу, или не так? Так. Акне, пожалуйста, нам? Я говорю, Господи, я говорю на основании Священного Писания, чтобы у меня был мой паспорт, я говорю этому паспорту быть, и я верю в это, во имя Иисуса Христа, аминь. Знаете, и в это время, пока я все это сдал, я должен был где-то что-то делать, и я начал служить Господу в тюремном служении, начал проходить Евангелие в тюрьмах, писать письма, пускать газеты, различные действия, что-то действовать, мы не можем просто сидеть и ожидать, мы должны что-то делать. И пока это время что, месяц, два, три, там уже служение разрастается, и через полгода приходит бумажечка такая с заподписью там какого-то, чуть ли не от Ельцина, знаешь, я не знаю, кто там, гербовая печать, ну, бумажечка такая выцвешая, как будто у них там бумаг нету, и желтая, знаете, не знаю, самая дешевая, но печать такая серьезная, и написано «Черного Ивана Юрьевича прописать». И копия отправленная там, который мне выгнал тогда, вот еще раз, пойдешь, посажу. Я думаю, что я думаю, ну, ты такая, я к нему прихожу с этой бумажечкой, он на меня же не смотрел, понимаешь, просто выписал, все, иди. Господи, Аллилуйя, вот мой паспорт, теперь я могу проповедовать Евангелие в России, Аллилуйя, и в любой тюрьме. И поэтому я вам хочу сказать, знаете, в духе ты совершенно другой человек, но твое прошлое, как у меня, у меня было тяжелое прошлое, знаешь, оно, оно еще не исчезло, не моментально из меня, если бы Господь при покаянии взял бы нам иголку другую бы дал, с мазками новыми, да, было бы гораздо лучше. Поэтому те братья, когда оплакались, да, они на уровне своего духа совершенно были новыми существами, но мазки их не были старые, они не верили, они не видели в зеркале, кто они, они себя ассоциировали с этими блатными, знаешь, еще мы когда покаялись, я говорю, все, братья, мы покаялись, чифер мы не пьем, а чифер все, мы не пьем, это греб чифер пить, и я был там ответственный, как лидер этого домашней группы, там, в тюреге, да, и, знаете, я буду заваривать чай с этими братьями, ну, хорошо, у нас такая трог-трогая, баллон был там, лезли как-то мы делали кипятильник, знаешь, и кипятится чай, и братья все наблюдают, это процесс очень святой, заварка чая, да, и я беру пол чайной ложечки на трехлитровый баллон туда завариваю сырку, знаешь, и у всех лицев такие, знаешь, не просто, такие страшные, они тогда говорят, Ваня, ты что нам это завариваешь? я говорю, братья, это просто чайный напиток, мы не будем больше чай, ну, Ваня, это же, ну, это же не чай, я говорю, тихо, мы смиряемся, кипятбога, мы очень-очень, я разливаюсь, пьем, алилуйя, ну, а потом, когда я чуть-чуть отвернусь там, лево, один, знаешь, там, хоп, два тысячи, что-то быстро, разболтает, я такой поворачиваюсь, я говорю, братья, что-то, говорю, напиток изменился в цвете, да ли, брат, Иван, да смотри, просвечивается все, я говорю, я говорю, мне дуранули, вы же бога не обманите, я говорю, у меня-то, зачем, и поэтому, многие зэки, они покажут, оставить чифер, оставить, курение, оставить, какие-то вещи нехорошие, сложно сразу человеку, понимаете, аминь, ну, на уровне своего духа, любовь, радость, мир, благодать, преуспевание, жизнь с избытком, просветание, все это у человека есть, аминь, и знаете, когда ты, в стесненных обстоятельствах, подобно поступалой силе, когда их, за то, что они изгнали просто беса, взяли и сбили палками, знаешь, это серьезная ситуация, то есть не просто там, как-то там обругали, там штраф выписали, реально побили палками, и привели к этому, типичному стражу, он заковал их, не просто посадил там, в обисяне, а сковал их в колоды, и поместил во внутреннюю терницу, это значит, в карцер, там внизу, то есть в карцере, когда он сидел, в карцере, никто не был, вот брат знает, что я тоже в карцере был, в карцере, не знаю, как сейчас, но раньше вообще тяжело было, был день летный, день не летный, это значит, что день летный, это тебя кормят, а день не летный, тебя не кормят, и когда в 6 утра, ты просыпаешься, что эту шпонку пристегают, и ты вот, в темноте, в сырости, 24 часа ходишь, как зомби, знаешь, по этому маленькому пятачку, туда-сюда, это очень плохое место, знаешь, там радоваться, тем более петь, вообще нереально, знаешь, еще разбирать, но апостол Павел и Сила, они понимали, что они в духе, что они новые существа, что все древнее прошло, хотя они, внешне это их плоть, и клеит, и хуже, и хуже, но внутренний их человек, со дня на день обновлялся, со дня на день улучшался, и они жили, не по плоти, но по духу, они помышляли не о том, что плотское, а о том, что духовное, помышления духовные, они приносят жизнь и мир, когда ты рассуждаешь о себе и о Слове Божьем, в соответствии с тем, кто ты во Христе, а не в соответствии с тем, что в реальности есть у тебя, у тебя там долги в реальности есть, у тебя там какая-то болезнь, может реальность есть, или какая-то трудность, ну, то, что и эти мысли, вот здесь они, это смерть приносит, Представляешь, ну этих людей били, этих людей там всковали, посадили в тюрьму, но там они поклонялись Господу. Они поклонялись всемогущему Богу. Устники же слушали их, другие, да, другие камеры ухо сразу, знаешь. Когда мы в тюрьме, я когда заходил в парак, знаешь, и я сажусь там с кем-то, начинаю говорить там 130 человек, и я ему вроде шокотом говорю, все затихают, и ухо всех, знаешь, я то понимаю, да, вроде я одному говорю, но все сто слушают меня, знаешь. Потому что они настолько любопытные, не дай Бог там упустить, что он там сказал, этот богомол, этому там какому-то зэку. Так же самое здесь, они не сменились за 2000 лет зэки, они все хотят услышать Евангелие. И так же все люди, все люди нуждаются в Евангелии. Аминь. И когда они пели и воспевали Господь на небесах, ему так и нравится, когда ты скован, когда ты в темнице, когда ты побит палками, когда какие-то трудности, а ты приходишь в церковь, слово жизни в Щелково. У тебя может быть одна проблема дома, и ты здесь. Аллилуйя, Господь, я поклоняюсь тебе, Иисус, я люблю тебя, ты нужен мне, ты так благ, Господь. О, Аллилуйя, ты самый лучший, ты благой, ты мой добрый пастор, я ни в чем не нуждаюсь. Я живу под кровью Всевышнего, под сенью Всемогущего покуюсь я. Господь, ты прибежище мое, ты защита моя, ты Бог мой, на тебя уповая я. Ты избавил меня от сети ловца, от гибель на я. Своих перемест веем я снинил меня, и под крыльями твою безома семья. Всевышнего граждения, и сын твоя, они удаются уже со младимым. Истрину летящий днем, не язвы, ходячие во мраке, не здравствуй, повсушающий полдень. Просто падают под меня тысяча, и десять тысяч, объясню меня, ну ко мне не приближаются. Аминь. И ты поклоняйся, и Господь на небесах, слава Богу, и Господь на небесах, Он что делает? Он просто танцует вместе с тобой. О, сын мой, дочь моя, знаешь, начинается сотрясаться, вот эти вот духовные узы, знаешь, греха, мрака. Он просто трясется, знаешь, узы ослабевают, знаешь, землетрясение, знаешь, происходит духовное землетрясение, когда ты поклоняешься Господу в тот самый момент, когда дьявол хочет, ты плакал, чтобы ты сам сожалел себя. Вот ты посмотрел во Христе, в зеркало Слова Божия, кто ты, и ты понял, ты больше чем победитель. Ты побеждаешь Его кровью Ахаса и Словом Своего свидетельства. И ты не любишь свою душу даже до смерти, потому что ты осознал, кто ты во Христе, новое существование. И у них узы у всех ослабли, знаешь, и они сразу, они не одевали, такие, узы ослабли. Слышь, Павел Сила, у нас нарушники раскололись, да, ну что, делаем ноги. То есть сразу арестанты обмыслили такие греху, да, ноги делали, смотри, сотряслось все, двери все открылись, побежали. Знаешь, ну этот стражник, этот охранник, он так и подумал, ну все нормальные цехи, они так бы сделали сразу ноги, да. И, наверное, когда бы я не верю, я тоже бы так сделал, да. Ну если ты открываешься наушники падают, что ты делаешь? Бежим! Ну, они все там остались, потому что настолько слава Божья зашла. Знаете, когда помазание приходит, куда ты бежать можешь? Когда Бог пришел в тюрьму, и вообще-то разница нет, где ты? В тюрьме ты, на Колыме ты, в Америке ты, в Щелково. Когда Бог приходит, совершенно не важно, где ты. Ну и самое главное не где ты, не в тюрьме ты или там в Москве, а с кем ты? С кем ты? Если ты с Богом в Христе, то совсем не важно, где ты. Сидишь ли ты, в утренней тюрьме, там в карцере, скованный в колодах? Или же ты где-то там на Ямайке, там в самом крутом семизвездочном отеле, там в рабе всю жизнь, знаешь? Это не важно, где ты. И ты с Богом везде плохо, а с Богом везде хорошо. Аминь. Знаете, если наркоману, к примеру, кто-то есть из наркоманов, бывший наркоман? Знаете, если бывшему наркоману, к примеру, там, я не знаю, я уже забыл, там, в ведро поставили, бетон, таблеток, там, реланиум, там, пять мешков мака, там, ну и всех, там, этих наркотиков, там, в целую гору, да? И заберите его куда-нибудь в тюрьму, там, где-то, наконец, путем в колоду, ему вообще разницы нету. Вот тут у него, он забыл, да где он? У него вот оно, вот, счастье, жизнь его. Вот наркотик, там, алкоголь, там, и все остальное. Он будет там счастлив, или там, в соответствии со всем этим землям, перемести его в самую крутую точку земли. Ему, в принципе, разницы не будет, там, он так же. Ну, если ты заберешь у него все это, даже находясь в самом крутой месте, в природе, ну, ему будет плохо, он будет ломать, ему будет тяжело. Говоришь, ты же с собой в хорошем месте. Ну, нет, его душа, она все тянет его к этому землю, потому что это Бог его. Аминь. Но если с нами Бог, святый, то нам совершенно не должно быть важно, где находимся с вами. Самое главное, что Бог с нами. Вот 11 минут у меня уже осталось, так время лететь быстро. Я еще, в принципе, не проповедовать не стал. Я знал, что это... Учения тогда не будет, наверное, особого. Ну, знаете, будет вот что. Я чувствовал в своем сердце, когда молился, я понимал, что Бог хочет, чтобы ты дошел до конца победителя. Чтобы через день, или через месяц, или через год, или через десять лет, или через двадцать, или там, не знаю, сколько-то лет, ты не ушел от Бога. Аминь. Поэтому Бог хочет, чтобы ты сейчас на этом служении посвятил всю свою жизнь. Отдался ему. Полностью посвятил. И принял свое освобождение. Применил гром Христа над своей жизнью. И противостал дьяволу. И он убежит от тебя. Поэтому, Слово Божие говорит, и так покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу. И он убежит от вас. И он убежит от вас. Так жалко было смотреть на этих братьев, которые... И они опять возвращались, знаешь. У меня там один арестант был знаком, Виктор Грота. И вот такая фамилия, Виктор Грота. Он веровал с нами в тюрьме. Вышел на салону. Приехал к нашему пастору Анатолию Михайловичу. Это пастор Анатолий Михайлович. Он уже дедушка. У него пятнадцать детей. Там семьдесят внуков. Там сто человек. У них семья. Они бедные люди. Там у них денег то не было. Но все равно он каждый год на протяжении двадцати пяти лет ездил. Или двадцати семи лет. Каждый месяц ездил в эту тюрьму, где мы покаялись. Проповедовал этим заключенным. Какие-то посылки там пытался собрать. Какие-то последние копейки своих жертвовал. Там на бензин. Там сто километров ехал. До этой зоны она была. И вот Виктор Грота вышел из тюрьмы. И приехал к этому Анатолию Михайловичу. В дом. Святому человеку там два-три дня пожил. Взял. Обократывал. И убежал. И через тысячу людей его поймали. Опять посадили. Сидит из тюрьмы. Пишет. Анатолий Михайлович. Прости меня. Дорогой пастор. Бес попутал. Я вышел. У вас украл. У святого человека. Там какие-то копейки. Вот опять сижу в тюрьме. Вышлите мне бандурочку. Не знаю. Другой бы уже наверное там сказал. Да иди ты. Я тебе столько лет кормил твою. Пока ты сидел на девушке. Он вышел. Нет. Анатолий Михайлович опять святой человек. Ангел Божий. Пишет ему. Ну фиг ты. Ну как же так. Ты должен покаяться. Да я каюсь. Опять ему там забирает бандурочку. Опять его пять лет там ждет. Пока он там отсидит. Этот Виктор Грота опять выходит. Ну все. Да. Опять его принимает в свой дом. Опять там на собрание церковь там. Опять этот Виктор Грота неделю живет Анатолий Михайлович. Опять его поровывают. Опять его сажают. Я говорю Анатолий Михайлович. Анатолий Михайлович. Грота убить надо. За эти дела. Это даже цыгане так не поступают. Не воруют у своих усы и себя. Это вообще он уже не знает. Это что за человек. Это же невозможно его какой-то категории лиц. Ни блатну. Ни обиженный. Ни муж. Ни черта. Я не знаю. Уже ни же черта нету наверное. Кто это я не знаю. Кто вообще. Ну нет Анатолий Михайлович продолжает убить этого человека. Ну господи. Как же ты любишь этого Грота. Анатолий Михайлович. Мы все возмущаемся бывшие арестанты. Да Анатолий Михайлович. Да и только нам мы еще пойдем. Поговарим с ним. Знаешь же. Анатолий Михайлович. Третий раз. Представляете. Опять та же картина. Опять супер как картина масла. Да. Опять оборот. Опять сидит. И значит на четвертый раз. Четыре раза надо было ему это пройти. Он реально осознает и посвящает служить Богу до конца. Ну четыре раза это. Это слишком много. Знаете. Я бы терпения не хватило. Но Бог настолько благ. Настолько долго терпелим. И вот такие древние служители. Как Анатолий Михайлович. Он там 30 лет баптистом был. Последние там 40-50 лет. Такой строгий. Знаете. Они знают как любить. Поэтому. Писание священное говорит. Что наша вера. Должна действовать. Любовь. Бог конечно наступит. Но зачем нам. В эту же блевокину опять возвращаться. Чтобы понять. Что там ничего хорошего нет. Опять садится. Зачем туда идти. Давайте победим его кровью лаваться. Словом своего свидетельства. И не возгудим души даже до смерти своей. Аминь. Слово Божие говорит. Итак. Покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу. И он убежит от вас. Как ты можешь покориться Богу? Покориться Богу это очень просто. Это значит покориться Его Словом. Слово Божие говорит какие-то вещи. К примеру. Не превращайте попечения плоти в похоти. Кто говорит. А курить тебе написано что курить нельзя. Ну может попечения плоти в похоти. Римлянам 13 написано. Не превращайте. Ты же можешь не курить к примеру. Да. И не умрешь. Если ты не попьешь воды ты от жажды не поешь. А если ты не покуришь ты не умрешь. А ведь ты не умрешь если не покуришь. Поэтому это похоть. Все что тебе причиняет не потребность это похоть. И Писание Священное говорит что ты должен покориться этому месту Писания. Допустим ты курь. Я к примеру говорю. Ты куришь. Но говорит Господь не курь. Это огорчает меня. И ты говоришь. Господи я покоряюсь. Значит что. Нельзя так сказать. А. Иван я покорился Богу. Да. Все нормально. Значит покориться Богу это значит когда твой ветхий человек. Твой какое-то старое я не хочет смиряться пред Господом. Ну ты покоряйся. То есть как будто. Ну Господу ты должен сам покориться. Он не будет тебя насильно покорять себе. Ты должен добровольно покориться Богу. Его Слову. Потому что в начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было у Бога. Аминь. 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 Его Вы просто вы, пожалуйста выходите вообще на улицу и постарь. И если ты покориться Богу... И я в это стихотворение не успел судить, еще раз. Я хотел кое-что рассказать, да, стихотворение, там и жизнь, она в город, но времени нет. И покориться Богу нужно не противостать дьяволу, да там он убежит от тебя. Если ты, к примеру, не покоришься Богу, не покоришься Богу, и скажешь, дьявол пошел вон от меня, во имя Иисуса, он не убежит. Или если ты покоришься Богу, ну не противостанешь дьяволу, тоже не убежит. То есть нужно покориться Богу и противостать дьяволу, тогда он убежит от тебя. Аминь. И сегодня сейчас уже я, оно будет в конце таким, чтобы ты покорился Богу и противостал дьяволу, и он убежит от тебя. Твоя жизнь сегодня изменится, знаешь? Однажды Господь меня освободил, что я вам рассказываю, я сам лично пережил освобождение от дьявола. Я был несоботным человеком, внутри меня жило много нечистых бесов и духов. Но когда я покорился Богу, когда я прилагал усилия смиряться перед Господом, покоряться Словом Божьем, то Господь в один день просто даровал мне свободу. Жизнь крестьянская, жизнь с Богом, это чудесная жизнь. Это самая лучшая, это превосходная жизнь. Это жизнь, которая намного выше уровня, преиспытно чувствующая сила, благодать и дар праведности, которую Бог очень царствовал в нашей жизни. Знаете, жизнь ветхого человека, Адама, это страшная жизнь. Это тюрьма, болезнь, нищета, смерть. И самое страшное, это возраст сердца. Жизнь с Богом, жизнь в Его преиспытно чувствующей благодати, это преиспевание, это радость. На сегодняшний день у меня чудесная семья. Брат, некоторые знают, да, Бог оторвал мне чудесную жену, чудесных детей. Я вот старшую дочь, что он готов отдал замуж, уже вот дедушкой, скоро буду уже. И просто я уходил сейчас, когда я сюда ехал, мои девочки, я говорю, девочки, дайте помолимся за служение. Мы сели всей семьей, помолились. Сейчас, пока я здесь проповедую, моя жена молится. За нее, Господи, я говорю, я так ей благодарю. Все, говорю, не бы я был сейчас, я здесь жив бы, не был уже, и горел бы в аду тысячу раз там, в озере Серном. Но сегодня я здесь, среди вас, благодетствую вам и свидетельствую вам о том, что Бог реально живой. Бог, Он реально живой, и Он плохой, Он нас любит, и у Него чудесный план для вашей жизни. Доверьтесь Ему сегодня, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу, и Он убежит от вас. Аминь. Бог через тебя хочет являть славу, чтобы ты был свидетелем Ему в этом Щелково, и чтобы что-то великое произошло здесь. Не смиряйся с тем мечем, что есть сейчас у тебя, что-то большее, великое. Увидь это и веруй в это, что тебя Бог сегодня покажет. Аминь.